Привет, друзья! Сегодня у нас обзор новинки от TCL. Модель называется P745. Это бюджетная модель, которая пришла на смену прошлогоднему P737, который, кстати, очень хорошо продавался, потому что та цена и те характеристики, которые были у этой модели, они были действительно интересны, и на рынке было мало конкурентов в этой цене. P745 нам обещает практически то же самое, плюс есть несколько изменений. Первое, это, конечно же, процессор. Нам обещают, что здесь поставили новый процессор. Ну и второе изменение. Здесь нам добавили режим для геймеров. 120 Гц в режиме DLG. И ребята, которые хотели купить бюджетный телевизор под свою консоль, тоже ждали обзор на эту модель. Поэтому этот обзор, я думаю, вам тоже будет интересен. Итак, что вы должны знать об этом телевизоре? Первое, это, конечно же, цена. Это у нас 65-я диагональ, и на данный момент 65-я диагональ стоит 45 тысяч рублей. И вы знаете, так как это старт продаж, и так как это DNS, и так как это TCL, здесь не все так однозначно, потому что у них часто распродажи и акции, и если ничего не изменится, то ценник может быть и еще дешевле. Но даже сейчас за 65-ю диагональ, которая поддерживает 4K, Dolby Vision, HDR, у него идет Google TV, есть поддержка 120 Гц в режиме DLG, я считаю, что цена очень интересная. Поэтому я думаю, что многие заинтересуются этой моделью, особенно в 65-й диагонали. Поэтому в этом ролике мы попытаемся передать, что вас ждет дома, если вы купите этот телевизор. По традиции начнем с дизайна внешнего вида. С каждым годом рамка становится еще тоньше. Когда мы смотрим на бюджетные телевизоры, если мы бы не видели название бренда и не видели цену, мы бы не понимали, это дорого или дешево. Ну, то есть, конечно же, картинка это отдельная история, если, допустим, они выключены. То есть, действительно, современные телевизоры становятся с каждым годом более премиальные, более красивые. И P745 мне визуально очень нравится. Красивая, аккуратная, тоненькая рамка. Единственное, к чему можно придраться, это ножки по бокам. Потому что при его габаритах это действительно не всем подходит. Потому что вам нужна либо большая тумба, если ее нет, придется покупать. Ну и второй вариант, вам придется вешать его на стенку. Кстати, второй вариант, наверное, будет лучше. Потому что при таких тонких рамках телевизор будет смотреться как картина. Ну и второй момент, к которому можно придраться, это разъемы. Они очень далеко находятся от края и к ним не просто подобраться. Мне напоминает это, знаете, как из фильма «Миссия невыполнима». Если он будет висеть на стенке, то действительно это будет сложной задачей. Итак, что у нас по разъемам? Разъемы у нас стандартные. Это у нас идет три HDMI разъема. Один идет в версии 2.1, как раз для поддержки звука Dolby Atmos. И один USB разъем. Правда, приятно то, что версия идет 3.0. Конечно же, у нас идет все тюнеры. Это два тюнера спутникового, тюнера цифровой. Есть переходник на AVI, то есть подключение аналога, то есть что-то старое подключить. Есть разъем для наушников. И сзади у нас два стандартных разъема. Это у нас для оптики и второй для подключения интернета кабелем напрямую. Также в телевизоре есть встроенный микрофон. Он находится снизу. Снизу и находится его переключатель. То есть вы его можете либо включить, либо выключить. Когда вы включите, с помощью команды «OK Google», вы можете задавать телевизору запросы. И тогда не обязательно брать пульт в руки. «Плуки, Google. Какая погода в Донецке?» «В Донецке сейчас 29 градусов и переменная облачность. Сегодня ясно. От 19 до 30 градусов». Что касается пульта управления. Он остался без изменений. Точно такой же, как и был в 2022 году. То есть компания TCL решила дизайн не менять. И с одной стороны есть небольшой плюс. Потому что если у вас что-то случится с этим пультом, его легко будет найти. Потому что у TCL что в самых дешевых, что в самых дорогих моделях пульт идет один. Кнопки прорезиненные, есть встроенный микрофон и пульт работает по Bluetooth-соединению. А это, конечно же, удобно. То есть вам не обязательно наводить его на телевизор. Перейдем к характеристикам и технологиям. Это важный момент, потому что вы тогда будете понимать, это хорошо или плохо, или это дорого или дешево. И может ли кто-то дать лучше. Если вы зайдете на сайт DNS и посмотрите характеристики этой модели, вы увидите первое. Это тип подсветки, Direct LED. Сразу скажу, что в этой цене, даже плюс-минус, если вы добавите еще 10 тысяч, то никто вам другой тип подсветки не поставит. То есть в любом случае это будет Direct LED подсветка. Второе, это тип матрицы. Здесь он не написан, но это у нас идет VA матрица. То есть VA матрица и Direct LED подсветка это лучшее бюджетное решение. То есть лучше, опять же, вам никто не сделает. Если будет IPS матрица, то контраст будет ниже. Яркость 280 кандел, частота экрана 60 Гц и контраст 5000 к 1. Ну и угол обзора, они все любят писать 178 градусов. Сразу скажу, что VA матрица угол обзора по факту он будет ниже. То есть 178 градусов, в моем понимании, это большой угол обзора. И сразу скажу, что как только вы будете смещаться, то контраст будет падать. То есть в целом, те характеристики, которые мы обещают за эту цену, это действительно топ. То есть в этом плане, я вам скажу так, лучше характеристик, чем здесь есть, в этой цене не сделает никто. Это для понимания. То есть хотите лучше, придется добавлять. И добавлять придется немало. Следующее, его Smart. Вы знаете, я часто читаю в комментариях, что люди, когда ищут бюджетное решение, хотят, чтобы был вообще телевизор без смарта. И, конечно же, мы понимаем, почему. Потому что они хотят просто купить 4К телевизор и купить туда отдельную приставку, чтобы можно было устанавливать сторонние приложения. Плюс TCL на Google TV заключается в том, что вы можете пользоваться как официальными приложениями, потому что здесь есть все лицензии, все сертификаты. Также вы можете устанавливать сторонние приложения. Для этого вам нужен проводник. И через проводник, через флешку, либо через облако. Точно так же можно поставить любой АПК-файл, как и на чистый Android. То есть, в принципе, в целом у вас проблем быть не должно. Единственное, к чему можно придраться, это, конечно же, железо. Потому что в приставках на чистом Android процессор имеет высшую тактовую частоту. К примеру, если мы зайдем в характеристики, мы посмотрим, что у этой модели процессор имеет частоту 1300 МГц. И, конечно же, в 2023 году хотелось бы частоту видеть больше. Частота – это, в принципе, производительность, скорость работы. И чем выше частота, тем будет выше скорость работы. Конечно же, мы понимаем, что может еще процессор греться, если частота завышенная. Но могу сказать так, что хотелось бы видеть эту частоту выше. Вот к чему можно придраться в плане железа и в плане смарта. Но самое главное, что у нас идет здесь 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. То есть, в целом могу сказать так, что для телевизора, для обычных задач, для обычных приложений, этого железа вам должно хватить для комфортной работы. Я проверил все приложения, которые самые популярные. Проверил официальные кинозалы, сторонние кинозалы. Проверил даже торрент онлайн. И все на этом железе, в принципе, идет. И в целом, я думаю, что смартом большинство людей останутся довольны. Давайте перейдем к самому главному. Это, конечно же, картинка. И начнем с трех банальных тестов. Это на черный, на движение и на угол обзора. Итак, по поводу движения. Здесь есть MEMC, то есть, это снижение дрожания при динамических сценах. Нужно зайти в настройки, режим движения. И там выставить ползунок снижения дрожания. И, как видите, когда я ставлю его, то картинка у нас получается плавной. Да, конечно же, немного смазанной. Но, по крайней мере, нет вот этой лестинки при движении. Если мы его уберем, тогда резкость будет лучше, но тогда есть эффект дрожания. Могу сказать так, что на больших диагоналях, особенно это важно в бюджетных сериях, если нет MEMC, то при динамических сценах это действительно дергание очень раздражает. Поэтому этот режим очень важен. И он здесь, конечно же, есть. Ну и по поводу черного. Мы знаем, что эталоном черного цвета это будут OLED-телевизоры. На втором это Mini-LED, на третьем FullRay и на последнем месте это будут телевизоры с DirectLED-подсветкой. Самое главное, чтобы в таких телевизорах не было явно каких-то засветов либо пятен. Я проверил, и здесь в целом заливка идет однородной. Конечно же, черный не будет такой, как в телевизорах с FullRay-подсветкой, либо с Mini-Light-подсветкой. Но в целом каких-то явных моментов, которые раздражают, и которые я хотел вам рассказать, здесь такого нет. То есть в целом заливка получается однородной. Ну и переходим к тесту самой картинки. Когда вы приходите в магазин, вам в основном включают картинку с высоким битрейтом. Это будет либо деморолики, либо Dolby Vision, либо HDR. То есть каких-то три варианта. На этом сигнале этот телевизор показывает хорошо, потому что такие ролики, у них очень высокая яркость и контрастность. Она изначально завышенная. И здесь телевизор действительно показывает хорошо. Поэтому если вы хотите смотреть сигнал с высоким битрейтом, если вы этот телевизор берете под игры, то вам однозначно все должно понравиться. Но если вы хотите смотреть более сжатый сигнал, это каналы, либо картинку сжатую, то здесь есть моменты, о которых я сейчас расскажу. Итак, по поводу SDR сигнала. Того сигнала, который вы будете смотреть чаще всего. И здесь есть несколько нюансов. Первое, так как это у нас 65-я диагональ, с какого расстояния вы будете его смотреть. Потому что мы понимаем, что это бюджетная линейка, и в бюджетной линейке у нас, конечно же, обработка картинки будет не такая, как в более дорогих телевизорах. То есть, если вы будете смотреть близко, то вот эти все моменты изъяны вы, скорее всего, можете видеть. Если будет расстояние 3 метра и дальше, то, скорее всего, это не будет вас как-то напрягать, или вы это не будете замечать. То есть, вот этот момент. И второй момент, к чему можно придраться, это настройка и калибровка завода. То есть, лично мне хотелось все-таки туда лезть и что-то делать. Здесь есть несколько режимов стандартных. Это стандарт, динамический, расширенный HDR, спорт, кино и игры. То есть, это стандартные режимы по настройке картинки. Более-менее, который мне понравился, у которого хорошая детализация именно на слабом сигнале, это режим кино. То есть, я зашел в режим кино, поигрался с настройками, и в целом получился результат неплохой. Я считаю, что для этой цены действительно один из лучших результатов, которых можно добиться после настройки. Если вы берете телевизор для трех метров и дальше, то все эти моменты, которые я перечислил, вам должны понравиться. То есть, все вам должно хватить и все должно устраивать. Но в этот момент, вот эту придирку, я должен был сказать в ролике, чтобы не было вопросов, когда человек берет 65-ю диагональ и будет смотреть его с двух метров, то ему просто может не хватать резкости детализации на лице. То есть, вот этот момент, чтобы вы понимали. Именно на слабом сигнале. То есть, на хорошем битрейте, на играх, на фильмах в высоком качестве. Таких проблем у вас быть не должно. Переходим к играм. Я подключил свой Xbox Series X, чтобы проверить, что может этот телевизор и что говорит приставка об этом телевизоре. Приставка говорит, что он поддерживает 4K Dolby Vision. То есть, все это действительно есть и работает. По поводу 120 Гц. Первое. Вы должны в настройках телевизора поставить, чтобы HDMI был расширен. То есть, на версию 2.1. Второе. Вы должны зайти в Мастер Игр, поставить ползунок Мастер Игр и поставить переменную частоту. То есть, если вы все это сделаете, тогда вы можете обратно вернуться в приставку и поставить режим 120 Гц. Но когда вы это сделаете, вы увидите, что у вас изменится разрешение и немного изменится цвет. То есть, когда мы включаем 120 Гц, у нас разрешение уже будет не 4К, а меньше. И цвета будут чуть-чуть не такие насыщенные, если бы мы этот режим не включали. Но здесь есть тоже особенность. Не все игры поддерживают этот режим. Когда я включил игру Fortnite, я увидел, что да, 120 Гц, все как и было при настройке. Но когда я включил, к примеру, Redemption, то телевизор изменил разрешение и частоту. У меня появилось 4К, 60 Гц и режим Dolby Vision. То есть, настройки изменились. Либо, когда я включил футбол, то же самое. У меня включилось 4К, 60 Гц. То есть, вот эти 120 Гц ДЛГ включаются не на всех играх. То есть, вот этот момент, чтобы вы понимали, что это будет не во всех играх. Ну, а так, в целом, я поиграл. И могу сказать так, что этот телевизор для приставки как бюджетное решение, я думаю, что подойдет. Ну что, давайте подведем итоги. Так как сейчас курс доллара растет, плюс еще санкции, а бренды стали дороже в раза два. И человек, когда хочет купить большой телевизор, мы понимаем, что это сейчас делать непросто. И я думаю, что вот такие телевизоры с теми характеристиками за эту цену, это действительно топ. Потому что мы понимаем, что за эти деньги что-то интереснее вы явно не купите. То есть, это все равно будет другой ценник. То есть, я вам объяснял, что такое технология. Если вы хотите другой результат, вам нужно смотреть на другие технологии. Другие технологии – это другая цена. Все те характеристики, которые здесь есть, они действительно интересные. Google TV нам дает много возможностей. Есть поддержка всех форматов. То есть, вы не ограничены в том, что он что-то поддерживает, что-то не поддерживает. Здесь есть все. Здесь вопрос только в яркости, контрастности и обработке. Опять же, это вопрос к технологиям. Хотите лучше – добавляйте деньги. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте ставить свои комментарии. Ну и, конечно же, подписаться. Мне будет приятно. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...